В прошлом году дополнительно выделялись средства, но и в течение года приобреталась техника. И в этом году мы также эту историю продолжили. По большому счету приобретено 57 единиц дополнительной техники. Это на все и лесничество, и авиаресоохрана, и особо охраняемые жадные территории. Это и для патрулирования, и тяжелой техники. Мы тоже ее представляли. Дополнительно еще 5 тракторов приобретено. Общая сумма более 300 миллионов рублей. За этот короткий период была дополнительно выделена. 5 тракторов с плугами, с усиленными кабинами, днищами, для того, чтобы они могли уже в труднодоступных местах как и восстанавливать минерализованные полосы, так и для локализации очагов возгорания. В преддверии пожароопасного периода по поручению губернатора для авиабазы уже приобрели более 30 единиц спецтехники на общую сумму свыше 200 миллионов рублей. Всего с 2019 года уже приобретено более 300 единиц спецтехники для охраны лесов Свергловской области. Обновление лесопожарной техники уральской авиабазы проводится в рамках реализации национального проекта «Экология». Также в 2003 году для уральской авиабазы были закуплены 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и 3 компьютерных планшета для лётчиков, ведущих наблюдения за лесными пожарами с воздуха. Мы планомерно повышаем заработные платы, они выросли больше чем на 20% за последние три года. Есть требования по выплате минимальной заработной платы, но здесь я непосредственно обращение комментирую, то есть минимальная заработная плата в январе-феврале была выплачена всем, предыдущие заработные платы были существенно выше, чем минимальный размер оплаты труда. Средняя заработная плата по авиабазе составляет больше 40 тысяч рублей. Для тех лиц, которые участвуют в тушении лесных пожаров, средняя заработная плата с учётом выплаты того, что они получают по тушению лесных пожаров, колеблется, скажем, от 55 и до выше 80 тысяч рублей. В пике, когда у нас наблюдается максимальный сезон горимости и люди из полей не вылазят, эта зарплата превышает и 100 тысяч рублей у тех, кто много там, бы провёл время на пожары. Поэтому здесь считаем, что этот вопрос у нас на контроле. У нас по решению губернатора индексация заработной платы для авиабазы была проведена последний раз в октябре на 10% и при формировании утверждения бюджета ещё плюсом на 4%. Напомним, в рамках подготовки Среднего Урала к очередному пожароопасному сезону губернатор Евгений Куйвышев утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, координирующий работу всех ведомств. Он предусматривает привлечение к профилактике и тушению лесных пожаров, в том числе и арендаторов лесных участков. В 2024 году это почти 2800 человек, более 1000 единиц техники и более 5000 единиц необходимого оборудования. Ксения Балденкова при поддержке Департамента информации губернатора Свердловской области для новостей 11 канала.